Трудные места описания с библейским порталом Экзегет. Начало 14-й главы послания к римлянам. И вот такой пришел вопрос. Я сначала прочитаю в синодальном переводе начало этой главы. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». И спрашивает наш зритель. Получается, что сильным в вере позволяется не соблюдать посты. Ну и дальше написано. «Именно отличая день от дня, а другой судит о всяком дне равна. Всякий поступает по удостоверению своего ума». Продолжает слушатель наш. Спрашивает. «Позволяется не различать дни, поступая по удостоверению своего ума?» Нельзя поститься. Или, лучше так скажем, можно не поститься. А более того, если ты постишься, ты как бы слабенький такой, да, ты в детский садик еще ходишь, когда ты вырос, то ты уже живешь собственным умом, и на календарь церковный не обращаешь никакого внимания. Ух, какая дерзкая мысль! Ну и такая приятная в то же время, нет? Нет. Слушайте, во-первых, в времена Павла никакого типикона не было. Никаких постов многодневных, однодневных, которые считались бы, ну там, обязательными или, скажем, рекомендуемыми, не существовало в христианской общине. Все еще только начиналось. Во-первых, насчет того, что немощный ест овощи. Почему он ест овощи? Не потому, что пост наступил, там, Рождественский, Великий, Успенский, неважно какой, а или Среда Пятница, а потому, что мясо на рынке принесено в жертву, идолам, символически, да, но, тем не менее, продающееся на языческом рынке мясо, все-таки оно идоложертвенное, по крайней мере, с высокой долей вероятности. И получается, что купив себе хорошенькую такую вырезку или даже требушки на щи какие-нибудь свои античные, ты питаешься пищей, принесенной в жертву идолу, ты участвуешь в идолослужении, ешь идоложертвенное. Об этом Павел не здесь, но писал довольно подробно, а вот человек, совесть которого смущается, он немощен, он не хуже, он не взрослее, не опытнее, не духовнее, не наоборот, он просто заморачивается этим. И Павел говорит, для некоторых из вас это важно, для некоторых нет, Бог принял и того, и другого. Отличает день от дня, ага, у него там календарь, ой, интересно, какой у него старый стиль или новый? Да не было тогда еще ничего этого, праздники, по сути дела, еще не сложились. Иудейская традиция сложилась, да, и были иудейские праздники, которые христиане из числа иудеев могли, конечно, отмечать. Ну, или, например, так сложилось, что день воскресения, а в Римской империи он назывался обычно днем солнца, кстати, английское Sunday, это же есть день солнца. Так вот, в Римской империи это был день вполне обычный, но христиане его выделяли как праздничный, потому что именно в этот день недели воскрес Христос, да. А кто-то, может быть, и не выделял его, но, в конце концов, не было же воскресенья регулярным выходным, значит, человек, допустим, участвовал в молитвенных собраниях, в богослужении, когда ему удавалось, а не по воскресеньям. А другой говорит, нет, надо обязательно в воскресенье. Или в субботу, может быть, поскольку суббота день Господень, да, который в Ветхом Завете так обозначен. И Павел говорит, это неважно. И дальше он говорит, кто различает дни для Господа, различает, и кто не различает дни для Господа, не различает. То есть, что значит различать дни для Господа? Бог, что ли, на календарь смотрит, и как-то вот он в один день нас принимает, а в другой нет, или больше принимает, или меньше, или то, что мы говорим сегодня среда, или сегодня воскресенье, это для Бога как-то важно. Павел говорит, само по себе нет. Но, и дальше он продолжает, кто ест для Господа, ест и благодарит Бога, и кто не ест для Господа, не ест и благодарит Бога. Но человек живет так, чтобы своей жизнью Бога прославить и возблагодарить. И съедая кусочек сочной прожаренной вырезки с рынка, которая, может быть, даже была частью жертвенного животного в Идарьском храме, он благодарит Бога. Или, проходя, глотая слюнки, но проходя мимо этой самой вырезки, на том самом рынке, он благодарит Бога за то, что дал ему возможность питаться другой пищей, и прославляет его. И отмечая День Солнца или какой-нибудь иудейский праздник, он благодарит Бога за то, что в этот день произошло. И забывая обо всех этих днях, потому что, ну, не до того, но помня о том, что каждый день освящен Богом, я посвящаю каждое свое утро молитве, да, человек тоже благодарит Бога, он живет для Бога. А можно жить для праздников, постов, ритуалов, обрядов, священодействий, костюмов, да чего угодно, реконструкторство это называется. Да, вот люди любят поиграть. Мы эльфы, мы хоббиты, мы средневековые рыцари, мы там, я не знаю кто, из Атлантиды приплыли к вам, и они служат вот этому своему реконструкторству, да, сооружают себе здания культовые, одежду, соответственно, шьют, мастерят там мечи, я не знаю, что еще требуется. Иногда так здорово это, вот, где-нибудь в парке иногда видишь, тренировки реконструкторов, особенно Бородинское сражение. Вот каждый сентябрь под Москвой на Бородинском поле проходит реконструкция, конечно, не полномасштабная, но некоторых эпизодов Бородинского сражения. Как люди к этому готовятся? Это же, в общем, цель их жизни. Вот они для этого реконструкторству живут. И с христианством очень легко сделать точно такой же реконструкторству, жить ради постов и праздников, календарей, зданий, костюмов, обрядов, обычаев, всего вот этого, что становится основным смыслом. А Павел говорит, надо для Господа жить. А при этом вот считает, что важно поститься, не считает, что важно поститься, это вопрос второй. Да, потом церковь к этому вопросу вернется и даст свои, кто скажет, требования, кто скажет, рекомендации, кто скажет, советы, даст их. И дальше начнутся все эти разговоры. Но Павел устанавливает систему приоритетов, что важно, что не важно. Важно жить для Господа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!